Валентин Юдашкин Затем проститься с мамой и певицей Аллы Пугачевой Об этом супруга дизайнера рассказала в личном блоге При этом она запретила пользователям оставлять комментарии под этой публикацией После начала спецоперации в сопредельном государстве Алла Пугачева и ее супруг покинули Россию и переехали жить в Израиль Напомним, 4 октября 2022 года Пугачева опубликовала обращение в соцсетях Заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она всегда терпеть не могла А также заметила, что они были холопами, стали рабами В середине декабря 2022 года налоговая служба закрыла последнюю существовавшую в стране компанию певицы из-за банкротства Напомним, осенью 2016 года общественность потрясла новость о болезни Валентина Юдашкина В том же году ему сделали операцию на почке А чуть позже выяснилось, что его заболевание гораздо серьезнее В него обнаружили рак пищевода Валентин Юдашкин просил родных не распространяться о его заболевании Да и сам никогда не высказывался об онкологии публично Только сейчас модельер впервые рассказал о своей борьбе с раком Юдашкин стал героем программы «Живите сегодня вместе» Где рассказал, что всегда следил за своим здоровьем и каждый год проходил обследование Однако в 2016 году модельер в клинику не поехал По словам Юдашкина, в какой-то момент у него начались сильные головные боли Тогда он поехал в центр имени Бурденко, где КТ и МРТ показали, что у него рак Тогда наш величайший академик говорит мне, можете сесть на стул Он сказал, так и так, посоветовал искать кого-то, ведь в голове уже были метастазы Тогда стоял выбор, будем делать или нет На мое счастье попался академик Давыдов со словами «будем делать», признался Юдашкин Позже выяснилось, что болезнь Валентина развивалась стремительно Вначале был рак почки, он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове Видимо, это произошло за год Главное, что врачи видели эту историю Все же в компьютерах есть, но они думали, что это возрастное По словам Юдашкина, тяжелее всего болезни было рассказывать родным Впрочем, семья спокойно восприняла эту новость, а Валентин даже продолжил работать Однако в 2016 году дизайнер не смог появиться на закрытии своего показа в Париже Из-за серьезного недуга Вместо него коллекцию представляла дочь Галина со своим сыном Хотя изначально модельер хотел поехать сам Надо ехать, а я только со стола операционного Если не поеду, то это будет грандиозная история Показы ведь для журналистов устраивают, но меня выручила Галя Для нее это все было шоком Мало того, что со мной случилось, еще и Париж И надо отвечать за то, что я начал делать Все это собрать и увести Сейчас, как отметил сам Валентин, он следит за своим здоровьем Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чекап вновь Ты себя готовишь морально и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца Уже живешь не годами, а такими кварталами, когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще хорошо выглядеть, добавил модельер Субтитры сделал DimaTorzok